здравствуйте добро пожаловать на канал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков и сегодня я возьму вас с собой в кабинет и сегодня мы поговорим о том что мучает огромное количество моих подписчиков клиентов зрителей почему именно у вас именно у вас возник невроз панические атаки в sd и так далее многие клиенты говорят блин алексей юрьевич что за фигня вот у меня у соседа или у соседки столько эмоций столько эмоций у нее такие-то проблемы такие-то сложности у меня вот там переживает и по-своему брызгает эмоциями но у нее нет панических атак у нее нет каких-то загонов за здоровье у нее нету ничего такого а я казалось бы при прочих нормальных обстоятельствах жизни как-то вот вышла вот в это непонятное состояние почему же именно я многие задавались таким вопросом и я хочу попытаться коротко объяснить в чем суть невротических расстройств многие клиенты давайте начнем с того что многие клиенты считают что невроз это всд и невроз это панические атаки со страхом со своим за свое здоровье к сожалению это не так здесь огромное количество людей делают такую фатальную ошибку они ставят либо денежный вопрос либо все ставки на устранение панических атак на устранение вот этих вот базовых вещей которые мешают и они уверены что это и есть та проблема с которой они столкнулись на самом деле давайте я объясню как выглядит сама конструкция и вы уже будете понимать к чему я всю эту историю говорю а потом мы уже перейдем почему именно вы так вот невроз дорогие мои начался и начинается у наших пациентов задолго до 1 вегетативного состояния когда вы почувствовали себя не очень хорошо и потом вы успели испугаться этого состояния то есть на самом деле если мы сейчас гипотетически берем что первая паническая атака у вас возникла 1 января то на самом деле еще сентябрь октябрь ноябрь и декабрь уже происходили какие-то обстоятельства то и дольше уже происходили какие-то обстоятельства вашей жизни которые вас уже внутри заставляли напрягаться именно вас чу почему именно вас чуть попозже послушайте до конца но именно и вы напрягались вы переживали вы не могли принять решение вы попали в ситуацию которую трактовали как безвыходности тупик вы противоречили себе вы хотели уйти и не хотели уйти не знали как принять решение и сама ситуация сложилась таким образом что вы слишком эмоционировали то есть к чему я это я к тому что паническая атака и многие говорят я заболел 1 января у меня вот я жил нормально и вдруг бабах началось нет уже был длинник до начала первых ваших психовегетативных и панических состояний и момент 1 января когда вы испугались вашего вегетативного состояния говорит о только лишь о том что напряжение которое было внутри вас вышла за грань защитного механизма под названием вы этого не осознавали то есть на самом деле если вы начнете вспоминать у вас за полгода за три месяца уже начиналось такое такие намеки на состояние уже было где-то напряженно но вы не придавали этому значению где-то вы подумали что вы не выспались где-то вы подумали что вы устали где-то подумали что еще что-то но вы не думали о своем здоровье а вот 1 января вегетативная реакция превысила определенные нормы и вы придали этому значение и вот тут отвечая на вопрос про панические атаки возникает очень важный момент что у вас началась тахикардия у вас случился вопрос криза с давлением либо она упала либо она наоборот подпрыгнула у вас общая вегетатика стала мобилизироваться по делам симпатическому или парасимпатическому а то меняющим одного друг друга и вот здесь естественно обычный обыватель который не знаком с психофизиологии который не знаком с физиологией и так далее он начнет интерпретировать свое состояние и уж естественно первая интерпретация которая придет ему в голову это что не у сердечный приступ это что он вот-вот умрет и самое главное он испугается непонимание того что с ним происходит у кого-то придет мысль что он умирает и это будет паника по вопросу на инфаркт и вызывание скорых призывание родителей родственников со словами я умираю кажись кто-то начнет думать что он сходит с ума что это приступ шизофрении его резко накрыл он сейчас сойдет с ума он запаникует от этого у кого-то будут мысли что он упадет в обморок и все на него посмотрит или он потеряет контроль и начнет махать там пены изо рта брызгать и так далее но в любом случае как бы не развивалась интерпретация она неправильная именно это неправильная интерпретация основана не на непонимание даст понимание нашим клиентам что с ними что-то случилось что-то сломалось что-то произошло и они испугаются они потом пойдут в интернет где они не найдут четких ответов это уже сейчас у нас есть youtube где есть я канал невроза мегаполиса мои коллеги литература где вы уже больше имейте шансов побыстрее понять потому что последний например год люди стали приходить которые уже быстро начинают находить консультантов а вот пять лет назад еще четыре года назад шесть лет назад люди годами ходили по лабиринту врачебному и только с появлением youtube в их жизни это путем долгих изысканий они начинали находить своих консультантов поэтому первое что я хочу вам здесь в этом видео сказать что первое с чего все началось у вас это с неправильной интерпретации того как проявляется эмоциональное расстройство то есть вы просто неправильно с интерпретировали затем мы зафиксировались на этом страхе кто-то как я уже говорил выше за сердце кто-то за страх что это с шизофрении глюны кто-то что он потеряет контроль и будет плохим кто-то сойдет с ума кого-то у кого-то это социальный страх со словами все увидят что я не бэтмен все увидят что я не зена королева воинов потеряет лицо одним словом поэтому суть заключается именно в этом чтобы неправильно с интерпретировали дальше вы стали замыкать по принципу рефлекса этот страх вы стали избегать тех мест где это было или вы пошли и в эти места уже с ожиданием что блин а слушают прошлый раз был а вдруг повторится а вдруг повторится и от этого страха ожидания плюс от того что уже невроз актуализировался и уже пик вегетативного напряжения вышел выше определенной планки уже собственно говоря вы и будете испытывать вот эти вегетативные состояния которых вы по-прежнему будете интерпретировать что во что-то с организмом вы пойдете к врачам они вам скажут что у вас всд ничего страшного но легче вам от этого не станет что еще больше усугубляет ситуацию незнания вообще как мы говорили я говорил в одном из своих роликов посмотрите про неопределенность неопределенность очень начинает пугать наших клиентов им никто не может ничего сказать нету какого-то однозначного ответа от всех врачей все врачи говорят по-своему кто-то не парьтесь кто-то валерьянку кто-то это серьезно кто-то не лечится кто-то мистическая болезнь интернет-формируйте переполнены непонятными людьми которые только ноют жалуются и только усугубляют ситуацию поэтому вы начинаете избегать вы начинаете прислушиваться вы начинаете верить в те аргументы которые у вас есть а главного с аргумент это что раньше не было сейчас раньше пульса такого не было раньше давления такого не было раньше мысли таких не было раньше страхов таких не было значит точно что-то со мной не И вот эти псевдоаргументы дают вам четкую картину, что вы болен и караул. И вот так вы замыкаетесь автономно. Но вот смотрите, все, что я сейчас сказал, я ни разу не произнес слово, почему у меня 1 января поднялось вот это напряжение выше крыши. А потому что, как я говорил ранее, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь вы уже находили состояние обстоятельств жизни, которые вы стали интерпретировать особо остро. А вот теперь к теме видео. Почему же именно вы стали интерпретировать эти обстоятельства, лично ваши обстоятельства, особо остро? Потому что у вас есть детство. Потому что у вас есть определенный детский период. И у каждого из вас своя специфика, в отличие от ваших соседей. У кого-то была мать такая, у кого-то отец такой, у кого-то что-то было, у кого-то кого-то не было, у кого-то была такая семья, у кого-то такая. Там множество вариантов. Проще говоря, те стратегии и те обстоятельства поведения ваших родителей и вашего детства сформировали у вас определенную структуру личности. То есть вы родились абсолютно пустым, потом происходили какие-то детские события, и так вы стали личностью. Потому что вы не родились с пониманием, что такое хорошо, что такое плохо, каким я должен быть, каким не должен, каким я если это, какое я если то. На самом деле вы этому научились. Вы этому научились путем бессознательной интерпретации ребенка. Ну, например, если вас хвалили за что-то, за что-то ругали, или если папа был дистанцированный, холодный, если мать была специфичная, если папа не было, мама не было, если, в общем, там множество вариантов. Но так или иначе, именно этот период закладывает определенный понятийный аппарат и определенные стратегии. Именно эти стратегии и именно этот детский период отвечает на вопрос, почему именно вы. А потом происходили события в вашей жизни, которые попали, как мы говорим, как ключ к замку, как снаряд, который попал в лунку, снайперским выстрелом. Потому что если вы начнете с аналитиком или с консультантом изучать как раз вот сентябрь, октябрь, ноябрь, да, когда начинались все эти приступы, все эти испуги и вегетатики, вы увидите, что вы относились к обстоятельствам жизни особо остро. У каких-то людей были те же самые обстоятельства, но они не относились к ним вот так сверхценно. Например, потому что именно у вас из детства сверхценно это доказать, это конкуренция, это семья, это понятие, это авторитет, это доказательство успеха для семьи, для детей. И там много вариантов, потому что именно ваше детство отвечает на вопрос, почему именно для вас эти обстоятельства стали такими эмоционально значимыми. И именно столкновение эмоционально значимых обстоятельств, что мы называем потребности, и ваших убеждений о том, как должно быть, и как не должно быть, и как будет, является очень сильным внутренним таким столкновением. Ну, например, первое, что приходит в голову, ваше детство было таким, где семья и вот модель мама, папа, ребенок является для вас сверхценной, потому что в вашей семье, например, такой модели не было. Или была, но она была достаточно травматичной, и вы поставили себе такую цель, чтобы вот ваша семья была полноценной. И это ваша потребность, чтобы у вас была правильная полноценная семья. А у вас пошло с мужем или женой что-то не так. И с одной стороны, вы с ним жить не можете, потому что у вас есть убеждение, что так само нельзя, это ужасно, это плохо, и вам вообще страдаете. А с другой стороны, вы развестись не можете, потому что для вас быть одной – это ужасно плохо, это ужасно невыносимо, вы не способны на это, потому что детская психика, детская выстроена по-другому, что должен быть мужчина рядом, которому я нуждаюсь. И вот мужчина, в котором вы нуждаетесь, ведет себя как-то, а вы не можете с этим закончить. Или другие примеры, которые приходят в голову, когда вы из детства вынесли слишком сильную нормативность такую, да, правильный мальчик, чтобы нравиться, правильная девочка, чтобы получать любовь и внимание. Например, вас ценили только за что-то, или наоборот, папа был холодный, и вы пытались своими какими-то правильными такими поступками, что ли, заслужить внимание и любовь. И вот в вашей жизни, например, произошли ситуации, где вас не стали ценить, где вас отвергли, где вас не получалось, или еще что-то. В общем, примеров я могу, но приводить очень много. Но суть заключается в том, что неврозы – это лично ваше отношение к обстоятельствам. И это именно ваша сверхценная стратегия из детства, которая сталкивается с реалиями. И в психике сталкивается два противоречивых драйва. С одной стороны, хочу реализовать ту детскую стратегию, которую я тащу из детства, причем вы это не осознаете. А с другой стороны, у вас есть убеждение, как правильно, как неправильно, как надо, как не надо, а что будет, если куча страшилок. И вот эти две стратегии и убеждения сталкиваются воедино, получается очень сильное напряжение. Если вы все начнете отматывать точку начала панических атак, и отмотаете 3-4 месяца назад, вы начнете видеть в основном то, какие обстоятельства способствовали вот этому эмоциональному напряжению. Существует еще категория неврозов, они более сложные, когда нет вот этой точки, когда эта точка размыта, и вы в принципе себя не помните. Вы с детства такой человек, вы давным-давно такой человек. И просто череда событий из года в год копилась, 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 и вот оно накопилось, что терпеть уже невозможно. И ваше проявление тревожное, или проявление нормативности и так далее, просто уже невыносимы. Вы начинаете искать помощь, считая, что у вас всю жизнь ВСД. Хотя на самом деле вы просто всю жизнь могли иметь ОКР, вы всю жизнь могли иметь неврастению. Просто вы думали, что вы просто вот такой работоспособный, или вы такой правильный. Поэтому суть психотерапии заключается не только в том, чтобы объяснить на первом этапе нашим пациентам о том, что такое панические атаки. Многие мои коллеги, друзья, делают на этом большую ставку, потому что клиенты, они же не очень осведомлены. Да, и у клиента же такое понимание мира, понимание болезни, что вот они привыкли болеть как? Вот они, у них начался насморк, у них начался кашель. Надо, чтобы вот насморк и кашель закончился, значит болезнь закончена. Вот так же они понимают невроз, что вот у меня начались панические атаки, тахикардии и страхи, надо, чтобы их не было, тогда будет все хорошо. Ну, логично звучит, да? Но на самом деле не очень, потому что бегая за устранением локально панических атак, бегая за устранением локально, пытаясь найти таблетку или ключ от ВСД, вы теряете время, деньги и самое главное веру в психотерапию. Потому что надо работать сочетанно. Конечно, на первом этапе надо образовать наших клиентов о том, что их психовегетативные симптомы их не убьют. Это эмоциональное проявление, причем как при радости, так и при страхе. Как при разных крайних эмоциях, они одинаковые. Что при радости у вас, тахикардия, давление там и так далее, что при тревоге. Только что-то от радости люди еще умереть не боятся, вот от страха боятся. Второе, это то, что надо, если замкнулся этот рефлекс панической атакой на какие-то места, где вы убедили себя в том, что у вас есть какие-то приступы, надо использовать специальные упражнения и ходить в эти места, дробно контактируя, проживая, наполняя себя страхом и так далее. Если у нас есть ритуалы, навязчивые мысли, на которых вы замкнулись, тоже к ним надо применить упражнения. Все эти упражнения есть на канале Невроза Мегаполиса. Пожалуйста, посмотрите. Все это в бесплатном доступе. Милости просим. Почему в бесплатном доступе много упражнений для панических атак? Почему в бесплатном доступе я выложил книги знаменитых авторов и учебники? Почему я выложил стрессоустойчивость первую и вторую части и много дополнительного контента? Объясняю почему. Почему? Потому что мне немножко тяжело уже стало рассказывать вот такие базовые вещи с самого начала. Я тут хочу быть с вами искренним. Сначала мне стало тяжело рассказывать всем про ВСД и панические атаки клиентам персонально с нуля. Когда я много лет этим занимался, я открывал скайп занятий, и начиналась моя работа с одного и того же про ВСД и панические атаки, про ВСД и панические атаки. И я устал от этого. Я стал выкладывать огромное количество материала, чтобы люди ко мне приходили уже с отсутствием панических атак или хотя бы с их минимизированием. И так оно и случилось последние три года, так оно и есть. Люди ко мне действительно приходят. Кто-то занимался у меня, кто-то занимался не у меня. Но все они приходят по-любому со словами «у меня нет панических атак», «я была агорофобом, я хожу», но в целом мне всё равно как-то не очень. Счастливой жизни не наступило. Но сегодня я уже стал потихонечку утомляться от того, что объяснять базовые аспекты когнитивной терапии. Что такое убеждение, схема СМР, схема АБЦ, что такое автоматические мысли, что такое убеждение. И я начинаю выкладывать большое количество бесплатной информации именно о когнитивной терапии, о вот этой базе когнитивной терапии. Для чего это сделано? Для того, чтобы вам было дешевле и для вам было проще. То есть, когда вы с помощью бесплатного материала и с помощью дополнительного контента ко мне придёте уже с пониманием базовых аспектов когнитивной терапии, с пониманием психовегетатики, а если и с какими-то недочётами, то в любом случае нам с вами будет гораздо проще, нам с вами будет гораздо быстрее прийти уже к не только устранению страхов и симптомов, но и прийти именно к работе над ответом, а почему же вы так реагируете на текущие события, почему же вы так сильно противоречите, какое же вы не можете принять решение, что же именно локально с вами происходит. И вот этим как раз и занимается сейчас ваш покорный слуга. К тому же я сейчас начал активно заниматься подготовкой специалистов, таких же, как я, консультантов, которые будут работать в социальных сетях, которые будут работать в интернете, которые будут работать на себя, я к ним никакого отношения и к их работе иметь не буду. Моя задача заключается только в их сопровождении, в их обучении, в сопровождении ведения их клиентов, в подсказках, каких-то проработках, супервизиях и так далее. Потому что многие специалисты, с которыми я контактирую, они говорят, слушай, здорово, но мы этого не знаем, потому что я затачивалась там на другую отрасль, на другую специальность, я бы хотела заниматься неврозами, потому что это очень востребовано. Поэтому, если вы хотите, пожалуйста, свяжитесь со мной, я вам все расскажу. Вот. Поэтому, что я вам хочу пожелать? Я хочу вам пожелать, чтобы вы поняли, что не терапия неврозов, как такой многослойный торт, что ли, да? Сначала одно, потом другое, потом третье. Это не значит, что вы будете всю жизнь заниматься психотерапией. Вот перед вами сидит человек, который еще в 2006 году был уверен, что он умрет от панических атак, и он хотел только от них избавиться. Но слой за слоем, как и тысячи моих клиентов, мы понимали, что если нет панических атак, все равно поведение и самочувствие остается. Потом обучение когнитивной терапии, потом применение когнитивной терапии. Очень важно. Потому что я в какой-то период, когда я учился еще в институте, и потом я очень хорошо понимал когнитивную терапию, я мог рассказать ее кому угодно, но применять это локально в своей жизни я не мог. Так же и мои зрители. Они могут очень много чего понимать, они могут кому угодно рассказать, даже прокомментировать в социальных сетях очень правильные вещи, но к себе применить они это в своей жизни не хотят или не могут. И вот моя работа заключается не только в сухом начетничестве образования, что лучше все сделать в интернете, но и научить вас применять эти знания непосредственно в вас. Вашу семью, вашу личность, ваш бизнес, вашу политическую работу, вашу дипломатическую работу, вашу работу с окружающими, с семьей и так далее, с коллегами. Вот это и есть психотерапия, а не просто рассказ о том, что такое должествование, оценочное осуждение, катастрофизация, перфекционизм. Честно, меня это уже утомило. Поэтому я сейчас буду делать очень много бесплатного, потому что платить за вот эти вещи, ну, на мой взгляд, не... Вот раньше все платили за то, что такое ВСД и паническая атака. Ваш покорный слуга сделал так, что сейчас большинство людей, ну, становится... Понимают это бесплатно. Сейчас потихонечку мы будем делать так, что люди будут получать бесплатно много информации по когнитивной терапии. А вот оплата будет производиться непосредственно за то, чтобы научить вас применять именно в вашей жизни это. Вот мой пятый сезон, который скоро стартует, 11 сентября, как раз нацелен... Там, конечно, есть материал про упражнения с симптоматикой, там, конечно, есть материал по обучению когнитивной терапии, но примерно 60% этого тренинга будет выстроено непосредственно на то, чтобы научить вас применять эти знания в разных сферах вашей жизни. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Невроза Мегаполиса. Ставьте лайки, комментируйте видео. Ваш Алексей Красиков. Увидимся на пятом сезоне 11 сентября. Счастливо.